Добрый день дорогие друзья! Шаоу а тоу! Хорошая неделя! И у нас снова неделя была. Называется она КТЦ. Когда выйдешь когда выйдешь на войну против врагов твоих и увидишь среди пленных красивую женщину и вожелаешь ее то возьми ее и приведи ее к себе домой и будет она тебе женой она должна оплакивать своих родителей один месяц и не может она красиво выглядеть должна она не следить за ее ногтями за волосами и не следить за собой в общем она в трауре после этого если ты все таки хочешь на ней жениться то ты берешь ее и женися если нет отпусти ее и пусть она идет куда она пожелает и не может ее продать за серебро потому что ты ее принудил вот такой закон Равец как Зильберг в Лосоенной памяти говорит война сражение идет в общем человека сильный адреналин и он пожелал женщину даже если это не девица никакая вот женщина может она чужой женой когда-то была не знаю в общем он ее берет себе и вот с ней живет на войне все живет на войне сразу война заканчивается он приходит с ней домой она по закону не является ему женой по закону военной женой да теперь закон такой у него есть своя жена она красиво одета Всевышний ему дает месяц подумать женщина не следит за своими ногтями волосами в траурной одежде снимает с себя одежду пленницы обычно женщины на войне других народов они наряжались красиво чтобы залазить в врага чтобы вот такой у них вид борьбы был завлечь врага очень разные ситуации такие но они были очень привлекательны на войне и вот здесь его красиво одетая жена ходит и тут это шедит в трауре чтобы человек хорошо подумал у него есть время на раздумье месяц если все-таки он настаивает что я ее люблю не могу женись по всем законам с гиуром совсем как положено она принимает юр выходит замуж все законная жена у него еще одна появилась следующая ситуация человека две жены у него есть дети первенец у него от нелюбимой жены и когда он будет уходить из этого мира он будет оставлять наследство и обязан оставить наследство первенцу даже если этот первенец от нелюбимой жены и он не хотел бы ему оставлять двойную долю первенца он обязан так сделать это закон он должен при жизни вот сказать что вот первенцу отдают двойную долю выполняет заповедь хотя он этого не хочет так наши мудрецы говорят это не просто так этот отрывок идет за этим отрывком когда ты берешь женщину на войне что она у тебя непростая жена не может быть нас забыть своих родителей которые погибли в этой войне и своего мужа муж который у нее был не все так просто принесет ли тебе счастье эта жена трудно сказать и вот он обязан отдать дальше третий отрывок идет у нас у человека есть сын буйный непокорный не слушает он отца своего матери своей и наказывали но не слушал их он обжорая пьяница тогда родители обязаны привезти его в суд и сказать этот сын наш буйный непокорен не слушает он родителей своих предупреждали его он не слушал и суд должен принять решение чтобы его казнили невероятная вещь да действительно ни одного случая за всю историю еврейского народа не было такого случая ни одни родители никогда не отдали сына но о чем это все нам рассказывает рассказывает перед тем как жениться надо подумать какую ты жену берешь кто ее родители где ты ее взял все-все-все притяжлив на хорошо подумать и вот этот сын который родился от этой жены нелюбимой который взял на войне потом становится нелюбимой женой у нее в душе видно есть месть своих родителей и такой сын у нее родился и вот не просто он обжорый пьяниц он просто ворует и грабит своих родителей и пропивает эти деньги то есть он становится на очень плохой путь и по закону Торы он подлежит смерти интересно это выполнить вообще практически Тора так говорит невозможно это должно быть в этот момент с 13 это 13 с половиной лет и не больше в общем и меньше в общем там такой закон сложный Тора не дает его просто казнить но нам надо задуматься если Всевышний пишет что эта военная жена ни к чему хорошему не приведет и мы должны этому лучше подчиниться все равно Всевышний всеми путями хочет чтобы мы все-таки отказались жениться на такой женщине всеми путями то есть запретить взять женщину на войне себе это тяжело мы нарушим потому что с таким адреналином когда идет война очень трудно выстоять если тебе чего-то хочется это выстоять тяжело поэтому Всевышний это разрешил но с определенными условиями но мы все равно должны подумать почему это так и скорее всего надо конечно суметь выстоять и отказаться как бы тебе эта женщина не нравилась вот так вот а на сегодня наш урок заканчивается урок был дан за поднятие души моего папы Яков Бенахон мой дядя Володин Бен Григорий моего брата Павел Бен Эфим Самуил Бен Герш Хай Малка Бат Йосиф Мира Бат Аврагам Роза Бат Михаэль Памяти Ури Бен Харитон Медель Бен Медель Здоровье Светлана Бат Клара Шимон Бен Эсхак Боид Бен Эльдария Анна Бат Ривка Полина Пер Бат Соня Сура Лена Бат Клара Женя Бат Ида Анна Бат Елена Евгения Бен Софья Двойра Мат Бирьям Моисей Бен Ева Ирина Бат Войра Йосиф Бен Раиса Инесса Бат Мэль Евгений Бен Берта Евгений Бат Ита Афира Бат Ана Геннадий Бен Елена Леон Бен Клара Ольга Бат Светлана Йосиф Дан Бен Сара Таня Бат Фрида Ида Бат Рива Вадим Бен Татьяна Юлия Бат Белла Мазал Парнаса Сгула Ирина Батури Арона Рей Бен Ури За хороший дух Арона Рей Бен Двора Низ Бен Ахум Авигаль Бат Сара Парнаса Ибриют Владимир Бен Рая Марина Бат Рая Борис Бен Марина Всего хорошего Регу Марченко Всем браха Парнасаков Она мазал то Что мы это время Не грешили Учили Тору Всем всего самого наилучшего Желаю всем крепчайшего здоровья Пусть скоро закончится Эта страшная война Делитесь эти видео С друзьями До следующих встреч Надеюсь у нас Остается завтра В 9.30 утра У нас завтра встреча Всего самого наилучшего До встречи